Всем привет, друзья! Вы на канале Budget Filmmaker, и сегодня мы с вами говорим о композиции или кадрировании, о видах планов и всём, что с этим связано. Погнали! Ну и прежде всего, сегодня я вам предлагаю посмотреть небольшую зарисовку. Слушай, а ты ведь на Соньке снимаешь, да? Ну да, я уже пару лет снимаю на 6300, и вот недавно прикупил 6000 на последний сезон, но очень не рекомендую. А поскажи, что лучше взять, 6300 или 6500? Ну, как тебе сказать, этот вопрос уже такой дико заезженный. И если вот выбирать первый какой-то, знаешь, универсальный объектив, чтобы он подошёл подо всё, желательно, чтобы это был зум, и, конечно же, светосильный, чтобы я мог снимать в каких-то там тёмных банкетных залах, ну и прочих таких ситуациях, ну, ты понимаешь. Ну, ты же должен понимать, что это невозможно. А если всё-таки брать фиксы, то что лучше, Sony 35 мм 1.8 или эту Sigma, которую все рекомендуют 1.4, я просто уже в замешательстве. А вообще, знаешь, ты прав. Ну, нахрен эту Sony? 10 бит нет, 4.2.2 на карту тоже нет, 4К 60 кадров вообще неизвестно, когда завезут. Возьму-ка я себе, пожалуй, фудш или панас. Вот тебе и 10 бит, и 4.2.2, и 4К 60 FPS. А может, и вправду надо было фуд взять? Как вы уже поняли, эта небольшая зарисовка, диалог между двумя людьми как раз-таки и поможет мне показать вам на примере и отразить все основные, вот самые основные принципы построения кадра и кадрирования. Вообще, если углубиться в историю, точнее не углубляться, а прям слегка её зацепить, то откуда вот всё это взялось? Почему люди стали выстраивать свои кадры в кино, в живописи прежде всего? Именно таким образом. Да всё потому, что наш глаз любит видеть различные формы. И то есть гораздо приятнее, когда объекты в кадре находятся в соответствии с какими-то правилами. Это притягивает наш взгляд, и это всё пошло из написания картин прям вот с древности. И плавно-плавно-плавно это всё это же переместилось в фотографию, потому что это практически те же картины. И кинематограф в данном случае также не остался в стороне, но с некоторыми дополнениями. Ну и все те моменты, о которых я хотел бы рассказать, я разделю, наверное, на четыре. Четыре вида, не то что четыре правила, а вот четыре пункта, чтобы не забыть для самого себя. И первое из них это правило третей, и по совместительству самое основное. Что оно значит? Если мы возьмём наш кадр и поделим его тремя вертикальными и тремя горизонтальными линиями равномерно, то, располагая объекты в пересечении этих линий, мы получаем как раз-таки те самые приятные глазу интересующие, цепляющие нас кадры. И вот как раз-таки сейчас я вам показываю те моменты, которые ярко отображают выполнение правила третей. И из него сразу же вытекает ещё один момент. Это ведущее пространство. Вот знаете, в вольном переводе с английского языка ведущее пространство. То есть, если мы снимаем диалог двух персонажей, и персонаж у нас находится, допустим, в правом верхнем углу кадра, и смотреть он должен именно в левый верхний, то есть в левую часть, в свободную часть кадра. То есть, это и есть ведущее пространство. Если мы разместим персонажа таким образом, что он будет смотреть у нас в край кадра, то есть прям сидит и смотрит туда, там, где ничего нет, мы как бы оставляем свободное пространство, ведущее пространство, для того, с чем именно взаимодействует этот персонаж. То есть персонаж находится здесь, вот я сижу здесь, и я смотрю туда. Я бы мог общаться с каким-то человеком вот там вот, потому что здесь есть пространство, куда мне обращаться. Если же я сяду вот так вот, и я буду обращаться к краю кадра, и это тоже прием, потому что все эти правила, они вовсе не означают то, что абсолютно в каждом нашем кадре мы должны их выполнять. Нет, естественно, их можно нарушать, можно и нужно нарушать, но все это должно быть чем-то хотя бы чуть-чуть обусловлено. И вот когда мы располагаем персонажа вот таким вот образом, то есть непосредственно к краю кадра, это означает какую-то некую безысходность. Знаете, то, что он стоит у стены, пускай даже не именно физически, да, в прямом смысле, а в переносном смысле, и, допустим, не может найти выход, запутался в себе или еще что-то, какое-то психологическое состояние персонажа, оно как раз-таки и показывается, располагая его вот подобным образом, и этот прием также часто используют в кино. Это был второй момент. Третий момент. Центральное кадрирование. То есть я не знаю, я сейчас себя не вижу, я попробую вот сюда отъехать, и возможно, что сейчас вот я стал, возможно, по центру. Центральное кадрирование тоже очень часто применяется, оно особенно, особо классно работает, когда у нас помимо центрального кадрирования есть симметрия в кадре, когда есть какие-то линии, они, какая-то архитектура, линии желательно запараллеленные, перпендикулярные, и все вот это вот отображает какую-то, знаете, монументальность, монструозность. Если это просто человек в центре кадра, то вы понимаете, что он вещает именно в вас. Вот когда какой-то блогер стоит ровно по центру, справа и слева от него одинаковое количество пространства, он вещает именно в вас. Это как раз центральное кадрирование и нормальное место его применения. Или же, наоборот, если у вас архитектура, и кадр симметричен справа и слева, абсолютно одинаковое все, и вы делаете какой-то вот длительный наплыв или отъезд, и все это выглядит очень монументально и круто, потому что использована симметрия в кадре. Это вот второй, наверное, важный момент, который нужно знать. Ну и, точнее, это был третий. И четвертый момент – это когда многие режиссеры используют кадр в кадре. То есть, когда у нас есть, допустим, картинка «Дом», в нем окно, и в окне – это как еще один кадр – в нем и происходит диалог каких-то героев, или происходит какое-то мероприятие. Или же у нас есть дверной проем, все, что справа от него темное, мы не видим ничего, да, а в дверном проеме там горит свет, и там стоит персонаж. Это уже выглядит как кадр в кадре, и так или иначе, во всем общем кадре именно вот этот момент «Картинка в картинке» вызывает у вас интерес, и режиссер таким образом притягивает ваше внимание именно к тому, к тому, что нужно. К тому, что нужно, к тому, что вы должны видеть. Забыл отметить один момент. Есть такой термин, как «ведущие линии» или «leading lines». Это когда у нас, например, человек расположен в кадре. Неважно, это может быть центральное кадрирование, может быть использование какой-то симметрии. Но так или иначе, опять-таки, главный герой может быть расположен по третям, как я сейчас. Но здесь у меня нет никаких «leading lines», да? Так или иначе, например, человек стоит на стадионе, вокруг него окружают ровные ряды каких-то стульев. И если мы взяли какой-то вот план сбоку, поставили его по третям, и так получается, что все вот эти вот ряды, они непосредственно ведут к нему. Также можно расположить человека в углу комнаты, снять его, опять же поставить его правильно по третям, и окажется таким образом, что именно стены, например, вот «плинтуса» и все остальное, эти линии со всех сторон указывают на этого человека, ведут на него. И это и есть «leading lines», то есть «ведущие линии». Такой прием тоже очень часто используется, и опять-таки, все они направлены только на одно. Они пытаются привлечь внимание зрителя к главному герою, или именно к тому, что происходит в кадре, что вам хотел показать автор. Ну и, как я уже сказал, я не буду сильно углубляться, и вот именно эти основные правила, особенно правила третей, использование симметрии, опять-таки, ведущие линии, да, как мы уже сказали, и все остальное, они позволят сделать ваши кадры в какой-то степени лучше. Так как я знаю, что многие, несмотря на то, что это какие-то очевидные вещи, пренебрегают ими, и очень часто человек, впервые взяв в руки камеру, что он делает? Он берет и снимает просто вот, располагает, как правило, человека по центру, обрубает ему какие-то конечности, как-то неправильно кадрируя, да, неправильно выбирая планы, о которых мы сейчас перенесемся на улицу и поговорим с вами о видах планов. Погнали! Итак, друзья, мы с вами перенеслись на улицу для того, чтобы поговорить о видах планов. И начнем мы с самого широкого, с ультра-широкого плана. Это тот момент, когда мы хотим показать что-то величественное, такое, например, вот как этот мост, показать какую-то архитектуру, и человек может присутствовать там, но он будет вот таким вот крошечным, типа, как я сейчас, или еще меньше, и все это будет относиться к ультра-широким планам. И брать их, естественно, лучше на какие-то широкоугольные объективы, так как у меня есть только Sigma 16 мм, что в пересчете на полный кадр это 24 мм. Это как бы стандартное, фокусное для обычного общего плана. Но и если поставить его подальше, то и для очень широкого он тоже подойдет. Передвигаемся дальше. Теперь у нас на очереди общий план. Его особенность в том, что человек в кадре находится с головы до пят, как говорится, полностью, в полный рост, но при этом он не такой широкий, как тот, который мы рассматривали до этого. То есть я нахожусь в полный рост, и как раз мои границы по верхней и нижней границе кадра, и при этом мы также с вами можем видеть какую-то архитектуру, какой-то задний план и что-то такое, в чем, в каком антураже мы с вами находимся. Опять-таки напоминаю, что широкий план необходимо снимать на широкоугольные объективы. Если мы попробуем взять то же самое, ну, например, на объектив 50 мм и отойдем подальше, будет примерно все то же самое, но сам человек изменится, что вы увидите дальше, и задний план сожмется, то есть он будет вот не таким вот выпирающим за вами, а наоборот суженным, то есть вы не будете видеть того, что находится за вами, точнее будете это видеть не так широко. Двигаемся дальше. И следующий план у нас это три четверти. Как вы можете заметить, нижняя грань кадра у нас чуть выше колен, под верхнюю границу кадра я упираюсь, и это, наверное, крайний план, который можно снимать на такие широкоугольные объективы, если только вы не хотите достичь какого-то вот специфического эффекта, так как если снимать людей очень близко на широкоугольный объектив, то их лицо очень сильно деформируется, и оно выглядит совсем не так, как мы видим с вами его глазами в реальной жизни. Также, если этот план чуть-чуть еще увеличить, но, наверное, уже стоит сменить фокусное расстояние, например, на 35 мм, это будет ковбойский план, он часто использовался в вестернах, когда вы находитесь в кадре, да, и видно ваши пистолеты. То есть вот прям чуть-чуть вот так вот ниже видно кобуру с пистолетами, ковбойский план. Ладно, переходим к следующему. Теперь вы можете заметить, что наша картинка очень сильно преобразилась, так как мы вынуждены с вами уже сменить фокусное расстояние, сменить объектив. И в данном случае это типичный средний план по пояс. Но его предпочтительно снимать на 50 мм фулл фрейм. В данном случае у меня 50 мм на кропе, то есть это где-то 75 мм. Но так или иначе, фокусные расстояния от 50 до 90 мм, ну до 100 будем говорить, да, на полном кадре, это те фокусные расстояния, при которых люди выглядят в кадре максимально реалистично. Выглядят именно так, их лицо в частности. Они выглядят именно так, как мы с вами привыкли видеть их своими глазами в реальной жизни. И поэтому будет максимально правильным снимать людей именно на такие фокусные расстояния. И первый из этих планов это средний, средний план по поясу. Следующий на очереди у нас средний крупный или грудной. То есть вы видите, мы скадрированы по грудь и под верхнюю границу кадра. Этот план максимально хорошо подходит для диалогов и различных интервью. То есть мы с вами отлично видим человека, его лицо, его эмоции. И это именно то, что нам нужно в данном случае. И теперь, друзья, мы с вами плавно приближаемся к самым крупным планам. В данном случае это и есть крупный план. Фокусное расстояние по-прежнему 75 мм, эквивалентно фулл фрейм. Скадрированы мы по плечи и под верхнюю грань кадра. Здесь мы уже расположены по центру. Центральное кадрирование при таком плане, в принципе, достаточно хорошо подходит. И в данном случае уже становится возможным отрезать в какой-то степени верхнюю часть головы человека, если глаза у нас по-прежнему остаются в кадре. И прямо с него мы с вами прыгаем в супер крупный план. Это когда мы скадрированы таким образом, что под подбородок и голова у нас отрезана, но тем не менее глаза находятся в кадре и по-прежнему они позволяют расположить себя, например, по правилам третей, да, если мы чуть-чуть вот сюда отойдем, или скадрироваться по центру. И вот таким образом именно под подбородок и обрезав голову это и будет наш супер крупный план. И крупнее его остается только уже макро. Это те планы, которые позволяют взять какую-то отдельную часть тела, да, будем говорить, глаз, губы, нос или еще что-то. Но я не взял с собой макрокольца и макрообъектива у меня нет, поэтому данный объектив мне не позволит сфокусироваться на таком маленьком расстоянии. Но тем не менее, я думаю, вы меня понимаете, вы очень часто видели такие планы в фильмах. Даже, будем говорить, в свадебных каких-то клипах, да, которые мы с вами снимаем. Как-то так. Ну вот и все, что я, наверное, хотел бы вам рассказать о планах, используемых в кинематографе. Закончить я хочу именно вот таким вот стандартным поясным планом, который, на мой взгляд, для подобного объектива, то есть 50 или 75 миллиметров, подходит наиболее точно. Ну и хотелось бы добавить только тот момент, что, естественно, эти кадры это все условное, можно в какой-то степени их нарушать, но не стоит, не рекомендуется обрезать людей по суставам, то есть четко, по коленкам, я не знаю, там, по самым нижним суставам, то есть отрезать только стопы. Это прям вот, это прям вообще некачественно. По щиколоткам отрезать. Это то, чего делать не надо. Потому что очень часто мы видим с вами такие кадры, когда у нас ножки подрезаны, а над головой целая куча пространства. Опять-таки, dead space, еще один из терминов, да, вот это вот пустое пространство. Если оно ничем не обусловлено, это не какой-то вот, опять же, операторский ход, который позволяет нам понять, какой маленький человек и какое большое пространство над ним, чтобы вот, ну то есть это какой-то ход киношный, именно операторский, который нас направляет на определенные мысли. Если этого нет, а это, как правило, происходит случайно, то dead space это то, чего должны мы опасаться. Ну и на этом у меня все, друзья. Я очень надеюсь, что это видео сегодня для кого-то было полезно. И если это так, то, конечно же, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Но если это видео не было для вас информативным, то вы можете позволить себе прожать дизлайк дважды. Все, ребята, всем пока. Увидимся.